Местное население очень сильно подвержено расизму. Они расисты. Они поголовные расисты. Только это не белый расизм, а черный расизм. Они считают, что белые, когда там сто лет назад пришли, выкопали у них из земли все богатства, все унесли, и поэтому увезли к себе в страны, в Европу. И поэтому белые живут хорошо, не потому что белые хорошо учатся и стараются там много работать, и 12 часов, у кого какая работа. А только из-за того, что они ограбили Африку сто лет назад. И вот поэтому у белых сейчас все зашибись, а черные несчастные и это самое. А то, что в школе у них всего там 4 или 5 предметов, это не считается. Когда я своей половинке объясняю, что у нас в школе проходит биологию, начинается с ботаники, потом зоология, биология, анатомия, она мне, она на полном серьезе мне не верит. А она говорит, ты говоришь про школу или про университет? Я говорю, про школу. А потом она как-то спросила, а какие еще предметы? Ну я начал перечислять. История, география, физика, химия, там, куча всего. Астрономия. Ну астрономию вроде исключили. Исключили уже? Да, у нас вместо астрономии теперь закон божий жить. Ну, общее количество предметов, когда я перечисляю, перечислил, она говорит, а это невозможно, типа, поместить человеку в голову. Я говорю, ну как невозможно? Если постараться, то возможно все. Можно литературу отмести в прошлого века, там, какой-нибудь полстой со своей, Наташей Ростовой, нахуй никому сейчас не уперся, говорит. А такие-то физика, химия, это же все равно, без этого никуда не денешься. Информатика. Она говорит, ой, а у нас вот такие предметы только в университете начинают учить. Или там в колледже университетском. Вот так вот. Ну, а они считают, что проблема не в образовании, не в трудолюбии, или там в каких-то таких вот вещах. А проблема в грабеже. То, что белые ограбили, и вот и все. А они теперь сирые, убогие, несчастные. Вот такая у них жизнь не заладилась. Поэтому белых надо тоже в ответ отщипнуть, ограбить и так далее. Я тут ради интереса прочитал какие-то полезные ископаемые. в Кении. И был очень сильно удивлен, что в районе Мамбаса, здесь где-то километров 40 отсюда, добывают рубины. Как же бы это белые все ограбили? А как о тех железных проявлениях, железнорудных, которые там по 25 метров толщиной галимового железа. Как насчет той воды, которая под ними плавает? Это же тоже богатство. Пресная вода. А я моюсь какой-то соленой гадостью и весь вон чешусь теперь. Вот как? Это что, белые ограбили? Это не ко мне вопрос. Ну вот, так можно поспорить. Что же они не хотят спорить-то? Сейчас моя любовь придет. Нет, я с ней спорить не стараюсь. Глаза выцерпает. Да, ну... Я шучу, конечно. С моей любовью не стоит связывать. Глаза, может, на месте, в голове останутся, но голова может покатиться под кровать куда-то там. Да, я увидел, вот там мачете стоит, я бы не хотел, чтобы она мне шейку прикатала. Я шучу, конечно, но... Это вот как раз говорит о том, что лень руководить людьми. Вот лежат они, рубины под ногами, что-то лень мне их поднимать. Да, пойду-ка я лучше на пляж мзунгу в парю какую-нибудь безделушку. Он купит. Или попьет кокосик там за 200 писо. 200 писо это в другом месте. 200 писо это в другом месте, да. А тут 100 шиллингов, да. При цене этого кокосика, он маленький такой, как кружечка воды. Я не знаю, там, ну, не знаю, 5 писо, может быть, филиппинских будет. Батька я. Да? Ну, мы самое главное, что сказали. Теперь можно нейтральные вопросы... Да, что-нибудь такое веселое. Да. А чего веселого? Что тебе нравится в Кении? А в Кении что нравится, Саш? Вообще вот так. Вечное лето. Вечное лето. Я терпеть не могу вечную мерзлоту. Откройте дверь, я сам открою. Моя любовь пришла. Там не одна, там две. Тут дверь в любовь. Лето. Всегда лето, всегда солнце, всегда тепло, всегда море. Чамбо. Разве можно, можно это не любить? Разве может, что это не нравится? Вообще, это счастье в жизни своей? Да, конечно. Вон она, любимая пришла. Иди сюда, любовь моя. Любил ли тебя? Музыка хочет тебя видеть в своих героях. Иди сюда. Даже двоих героев. Чего тебе зайка спит? Вот там. Это на руках наша младшая. Ей вот сейчас пять месяцев. Старшей сейчас показать не можем, потому что она у бабушки в школе. Там школа подешевле. Детский сад, вернее. Ну вот у них детский сад, у них школа с трех лет. Но я все-таки выяснил, что это не школа с трех лет, это как бы детский сад. Но у них такие какие-то правила, что в школу, если ты не ходишь в детский сад, в школу тебя не берут принципиально. То есть ты должен принести документ, что ты закончил детский сад. И в первый раз, в первый класс школы тебя возьмут только после третьего или какого-то четвертого года детского сада. А так ты в школу не пойдешь, пока вот четыре года в детском саду не отбрать. То есть ты можешь быть подросткового возраста, но в детский сад ты обязан сходить. Я представляю эту картину. Балбец такой здоровый пошел в детский сад. И вот мы поэтому старшую отдали в этот детский сад в расчете на то, чтобы не было в будущем проблем со школами. А ты будешь ее обучать по-русски как бы по-своему? Ну, в общем-то, да, это придется. Потому что иначе то, как у них обучаются в школе, это, скажем так, вот сейчас она пришла в детский сад. И, значит, когда определяли ее IQ или там как уровень подготовки, то на какие-то тесты она там как-то отвечала, что они задали вопрос, сколько классов она в детском саду уже отбарабанила. То есть один или два года. То есть она, не имея никакой подготовки, то есть я ее даже птичка... Она просто сидела телевизор, смотрела какие-то программы, мультики, что-то такое смотрела телевизор. И даже вот этот телевизор сраный, он развил ее мозги, которые опережают на два года ее сверстников. Обалдеть! А что было бы, если бы я и просто читал какие-то книжки? Ну, книжку, да. Сраный колобок. Сраный какой-нибудь колобок и там курочка рядом. Айболита какой-нибудь ходить и делать их в Африку гулять. Да, не ходить туда, это в Африку. И... То есть уровень подготовки в местной школе, он не просто оставляет желать лучшего, это ниже канализационной трубы. То есть это хуже, чем наша какая-нибудь деревенская... Церковно-приходская школа. Церковно-приходская, да. Это вообще ни о чем. То есть дети там... Они просто проводят время, и они убивают свои мозги там. И как бы... То, что человек должен получить какую-то информацию, какие-то знания... Вот это я сейчас серьезно говорю, без шуток, без дураков. В четыре года там, или в пять лет. И он ее не получает, он не получит этого уже никогда. То есть потом это будешь в него впихивать, впихивать. Оно в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Даже по европейским исследованиям, я вот читал методички, африканский ребенок до года, он опережает европейского ребенка по своему развитию интеллектуальному. Значит, за счет того, что у них есть традиция не катать детей в колясках, потому что мама в работе, или в поле, или она чем-то бизнес какой-то делает, или поторгует, и так далее. Ребенок привязан к спине. Типа слинг, ну, можно сравнить со слингом. Приторочен в этот сам... Привязан плотно к спине, и он весь день, он смотрит, либо он спит, либо если он не спит, он смотрит на окружающую среду. Белый ребенок лежит в коляске, или в кроватке, и смотрит в потолок, и видит только там, как какие-нибудь своих родителей, или что там, может, на потолке его видеть. Так вот, откуда спиногрызы пошли, да? А, отсюда спиногрызы, да? Да, может быть. Но после года, когда дети начинают самостоятельно ходить и познавать уже мир, то черные начинают отставать со страшной силой, и отставание нарастает, нарастает, нарастает. То, что у белых детей есть разные игрушки, разные, потом им читают какие-то книжки, и так далее. Здесь дети этого всего лишены. То есть, они могут играть какими-то камешками, какими-то веточками, какими-то... Ну, шарики мы видели, играли. Ну, какие-то сломанные, может быть, игрушки у кого-то есть. Нам даже предлагали машинку такую купить в Твапе. Такая фигня какая-то. Колесики из проволоки, там, длинная палка к ней привязана. То есть, гонять это. Я говорю, я отвечу с головой. Не дружишь. А, ну, типа, как у нас ребенок. Там какая-нибудь бабочка крылышками шевелит, да. Причем он предлагал на полном серьезе. Мы едва от него оторвались с Ваней. Ну, здесь вот, да, и дети лишены книги, очень... Книжная продукция, там, какие-то тетради, это все очень дорого. Дорого. По местным меркам это дорого стоит. То есть, ребенок, может быть, у него есть какие-то задатки какого-нибудь художника, да. А мы это никогда не узнаем, потому что он никогда... У него даже нет асфальта, нет мелкаш, на котором... Где можно нарисовать? Да. Может, он что-нибудь и нарисовал бы, и научился бы рисовать, но этого нет. Например, появился бы какой-нибудь новый Микеланджело. Ну, что, бери, бери, это глину с какашками мешай, лепи что-нибудь там с песком вместе. Ну, может быть, но... взрослые этому обучать должен быть преподаватель по изобразительному искусству, там еще что-то такое. А здесь этого нет. Здесь вот... Здесь дефицит подготовленных людей, именно профессионалов. Взять, вот, допустим, медицину. Она пошла рожать второго ребенка. Второго ребенка мы рожали здесь, в Кении. Значит, если первого ребенка мы рожали, и, допустим, сделать эпидуральную анестезию в Москве, это вообще не вопрос. Это вопрос твоего согласия. Ты согласен на этот укол или не согласен? А так, если ты согласен, то тебе делают без вопросов. Когда она просто заикнулась, мы рожали здесь не в федеральной клинике, а за деньги, все как положено, частный медицинский центр, как бы, по местным меркам достаточно дорого стоит. Ну, неважно о деньгах, а важно то, что она заикнулась, что она хочет сделать, чтобы... вернее, она хочет родить с эпидуральной анестезией, с обезбориванием, на нее посмотрели, как на чумовую, и лечащий врач сказал, мадам, мы не можем вам предоставить эту услугу, потому что у нас единственный доктор, который на всем побережье от Малинди до танзанийской границы, один-единственный доктор, который может делать эту эпидуралку, и он сейчас куда-то уехал. То есть, его даже на побережье нет. Она, ну, как же, а может, кто-то еще, а они говорят, а все, а у других, у других нет такой специализации. Будьте любезны, как говорится, мы тебя вылечили, только не умеем, блядь, и не знаем как. и это касается и детей. А что касается медицины? Что нужно сказать? Начали вопросы, не надо. Не надо, я думаю, слышно будет. по медицине, по медицине могу сказать одно. Значит, народ мрет, мрет со страшной силой, местные. Значит, мрут они, во-первых, медицинская помощь в федеральных больницах, это ни о чем, это никакая, это просто говно на палочке. И в федеральную больницу, если ты ложишься, то скорее всего ты умрешь. С ума сойти. То есть, если совсем прям денег нету, то ложишься в этот самый федеральную, муниципальную, федеральную больницу. Бесплатно. И так же бесплатно? И бесплатно закапывают за деньги. Якобы лечат бесплатно. Хорошая, квалифицированная медпомощь стоит дорого. Люди, которые имеют хороший доход, они могут себе позволить это. А остальные, они, как правило, даже на больницу не раскошеливаются, они идут к колдунам. Ох, буду. Это тема отдельной серии. Ну да, я понимаю, это они трактуют так. Если я заболел, это неспроста. Это значит, меня заколдовали. Если бы на меня порчу не навели, я бы не заболел. Болеют те, на кого навели порчу. А раз навели порчу, какого хуя я пойду в эту самую больницу лечить подобное подобным. Значит, раз меня заколдовали, значит, я должен к другому вводу, к более сильному пойти, и он меня расколдует. Если я все-таки умер, значит, тот, который злой вводу, оказался сильнее. Ну, ты этого все равно не узнаешь, раз ты умер. родственники об этом. А, родственники, да, буду говорить. И это наполнить серьезно думать. Так считают. Вот вы были на этих самых, на богослужениях, на одном правдах, пока. здесь вот есть соседский поп, который с утра сегодня верещал. И, значит, у них служба в храмах мало чем отличается от пляск местных воду-колдунов. То есть, это примерно одно и то же, только те амулетами трясут, а эти крестом. Машу, А так суть все то же самое. То есть, изгнание злых духов и вот убрать порчу и вернуть там здоровье. Вот, как бы, медицина вот на таком уровне. Кому? Я был. Лида, он Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сказал в морг, значит в морг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok